Таких условий они не видели давно. 40 лет в медицинских учреждениях Набережных Челнов не было капитального ремонта. 1 февраля 2018 года после глобальной модернизации открылись сразу 5 лечебных учреждений. Обновленные детские поликлиники, госпиталь для ветеранов, теперь уже бывший министр здравоохранения, буквально за две недели до часа икс принимает благодарность от жителей и пациентов. Это впервые, потому что специализированные учреждения не попали и в большую модернизацию, которая была по всей стране. Модернизация, оптимизация, информатизация под таким девизом прошла работа Адели Вафина в качестве главы ведомства. Причем упор был сделан не только на городские клиники. За последние 5 лет в деревнях были построены более 400 фельдшерско-акушерских пунктов. В поликлиниках внедрили электронную очередь, которая, к слову, вызвала неоднозначную оценку среди пациентов. Ведь очередь, по сути, осталась теперь уже за заветным талоном. Адель Вафин запомнится и как новатор, пытавшийся вдохновить окружающих личным примером. Возможно, один из самых ярких сторонников здорового образа жизни, в отличие от многих чиновников, ходил на работу пешком, летом катался на велосипеде и широко продвигал в массы идеи здорового отдыха. По крайней мере, такими вот оптимистичными эпизодами из его личной жизни пестрил инстаграм бывшего министра здравоохранения. Глядя на эти радостные фотографии, возможно, каждому хотелось бы так жить, не думая о серых буднях и существующих проблемах. Хирург мне говорит, вы отблагодарили ассистента? Ассистенту даем, ассистенту подводим. Вы отблагодарили? Это 10 тысяч, тому 5 тысяч. Я сдал анализы, и говорят, только полторы недели будут анализы, а мне уже надо на этой неделе выезжать. И буквально вот пошел, тысячи триста отдал, и за пять минут три анализа. Сейчас я устраиваюсь на работу, и мне сказали, там 400, 10-200 рублей, там 300. В общем, полторы тысячи. Ожидания людей, они значительно выше, чем вы думаете, и мы думаем. И они, к сожалению, обоснованы. Вот 2017 год, 889 обращений в народный контроль. В 2016 году было 817, не меньше, а на 9% больше. Несмотря на все радужные отчеты ведомства, проблемы в системе здравоохранения нарастали, как снежный ком. В конце 2017 года стали известны массовые случаи недополучения лекарственных препаратов для самой важной категории больных, которые страдают страшными смертельными недугами. Жизненно необходимые лекарства, в частности, онкобольным, приходилось ждать месяцами. Выписали мы показания лекарства, но в аптеку, когда пришли, нам сказали, что ждите 2-3 месяца. Много вопросов к учреждениям здравоохранения республики было и по линии антикоррупционного управления при президенте Татарстана. Платные медицинские услуги в бюджетных учреждениях, как прибыльная статья дохода, хитрые схемы взымания дополнительных средств пациентов и, соответственно, со страховых компаний, неэффективно прошедшая диспансеризация, злоупотребление полномочиями в скорой медицинской помощи Казани. Загадочная смерть заместителя министра здравоохранения, которая проходила по делу о мошенничестве, укрепила слухи о возможной скорой отставке министра. Все эти факты к самому главе ведомства, казалось бы, имеют не явное, а косвенное отношение. Должен ли министр все держать под контролем? Ответ очевиден, учитывая социальную функцию такого важного ведомства, которое отвечает за жизнь и здоровье людей. Вы все меня знаете, мы давно с вами вместе работаем в одной команде. Задачи поставлены. У нас одна цель, нужды пациента это прежде всего. Несомненно, что новому министру здравоохранения достается непростое наследство. С одной стороны, высокотехнологичная медицина, которую продвигал Вафин, это то, чем можно и нужно гордиться. С другой стороны, очевидные проблемы в первичном звене и со снабжением лекарствами, это то, с чем может разбираться новому министру. В отличие от своего предшественника, который, как известно, ни дня не проработал врачом, новый министр здравоохранения – потомственный медик. Родился он в Буинске, в семье врачей, работал в 18-й горбольнице, затем возглавлял Казанский онкологический диспансер и 10 лет руководил 7-й горбольницей. Кстати, именно в его бытность это лечебное учреждение стало центром экстренно-медицинской помощи европейского уровня. И даже, как признавался сам Марат Садыков, именно этот центр есть не что иное, как главное достижение в его профессиональной деятельности. Теперь уже экс-главный врач 7-й городской больницы Марат Садыков слывет с человеком предельно внимательным. По словам его коллег, его главное преимущество – это умение слушать и слышать как пациентов, так и персонал. Придя на прием к главному врачу, я пришел не к нему в кабинет изначально, а мы сразу пришлись к ним сюда. Он сразу сказал, вот отделение реанимации, давайте вместе со строителями начинайте. Все, что было сделано в этой больнице от стен до современного оборудования, говорят, это его заслуга. Врачи реанимационного отделения уверяют, в работе ему была важна каждая деталь. И даже в таком вопросе, как выбор ширмы в отделениях реанимации, главный врач принимал деятельное участие. Оказание экстренной помощи начинается уже в приемном отделении, где есть вся необходимая аппаратура и оборудован противошоковый зал. Приемное отделение находится в полной готовности 24 часа в сутки. Появилось такое слово, которое, может быть, 5 лет тому назад многие не слышали. Семерка, семерка, семерка. А сейчас она ассоциируется не просто с цифрой, а действительно, что окажут в любое время дня и ночи, как есть такое слово, 7 дней в неделю, 24 часа. Это на самом деле так. И это тоже заслуга главного врача? Однозначно, однозначно, потому что как раз все 7 дней в неделю, все 24 часа главный врач все время в курсе, он всегда знает все, что происходит. Сегодня это одна из самых престижных больниц не только Казани. 60 операций в день разного профиля, свыше 300 обращений и не только территориально закрепленных пациентов. 26 научных кафедр Медицинского университета, Казанского федерального университета и Медицинского колледжа. Такого смелого человека, смелого, решительного, авторитетного, при этом прислушивающегося к специалистам, при этом абсолютно доступного, открытого, умеющего выстраивать просто чудесные рабочие отношения, создавать те условия для человека, когда хочется работать. И хочется работать качественно, хочется работать хорошо. И у нас такая атмосфера взаимного уважения, мы его очень уважаем, и он к нам с огромным уважением относится. Министерство здравоохранения и вообще здравоохранения республики приобрело. Мы, конечно, очень грустим по этому поводу, потому что нам его будет не хватать. Ельзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.